Друзья мои, всем самое доброе субботнее утро из Калифорнии праздничной. У нас еще продолжается праздничный уикенд, все отдыхают, мы тоже отдыхаем и хотим поехать в музей космонавтики. Что это такое? Не, не космонавтики. В общем, там где самолеты? Аэронавтики. Не знаю, как правильно назвать, как он называется. Витенька смотрел. Вот, у нас тепло. Вот видите, я всего лишь в кардигане и в маечке. Так что, идем. Вот, Aero Space, музей в Калифорнии. Что-то про космос. Разобрались, наконец, куда приехали, куда мужчина нас привез. Мужчины. Вау, ребятушки, тут и симуляторы какие-то есть. Как это? Не подвешено. Что это такое? Крыло-самолет? Да нет, это уже какое-то летающее крыло. Летающее крыло? Летающее крыло, это круто, конечно. Кого добывают? О, мы к ним. Ну, ты же видишь, похеребись, вот к этому. Да, видимо. Ну, это же не крыло, а самолет какой-то. Стоп. Где его? Давай, начитаем. А, вот. Ох, ребятки, какие тут штукенции есть. Вау, какой красавчик. Не уверена. Наравнее. Значит, могу сесть. Что значит? Значит, могу сесть. А, что там написано? Здесь написано, может, у вас садим, может, садиться. А-а. Здесь место, по-меньше, выше может сесть. Кабина, по-настоящему. Кабина? Да. Ва, какой, смотрите. Мотор. Товарищ. Браун? Уремя. Браун. Да. С какого это года бундирование? Там же написано должно быть. Стром мирового. 1945. Они неплохо были снаряжены во Вторую мировую. Смотри, какие ботиночки были. Тепленькие. Да, еще не промокающие. Ну, это ж, если самолет упадет, надо, чтобы все тело было этим. Чёплые. Там заливо, значит, пока больше. Смотрите, какая куртка. Сколько ей, интересно, лет. Так уж, наверное, с вами вторую мировую. Джордж с Панки Робертс. Вторая мировая война. Носила кутболку. 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 так что 1940 год 22 года 1940 год лейтенант оврой это все его до 2 по 64 год 22 года лета все самолеты на которых он летал на это все бомбы может быть один и тот же они тут разные модель самолета 1306 бомбовая группа germany германия служит на торс полу джор ну вот смотри как может быть он первый кто пролетел у него на самолетах и написанную с куйну понятно в германии есть база и весы но смотрите какая-то женщина тех времен папа какая красота как они отправляли мы да и мэл ящик так шлем до смотри какой для этих у нас смотри какой вон там шлем подальше но это уже мне кажется этих не летчиков а как-то он до но это его на столько трубочек блин каждая штрубочкой выполняет какое-то свое предназначение как до этого можно додумать просто ужас его придумать надо еще научиться на нем летать по летать то это ладно создать вот это а ну представь сейчас максим все закручено за это что ты все это ручищами своими спасатели спасатель а вот который которая это вода это вода летчик и но век ширина и на и на и а такого полета полет постоянно летает да когда особенно пожары были он всегда летал то что спасатели надводные спасатели кстати есть фильм спасатели очень прикольный с этим что мы играть ковен костер во это тренировочная но он какой-то такой интересный вообще какие аппараты уже тогда делали да у нас у папочки голубая мечта да папочка такие уж дорогие надо на 10-15 тысяч 15 вот такая штука на соку зачем такой зачем современный смотреть что ли на него папа-то водить хочет пачка это надо будет еще не про вас давать зачем ну ладно машину-то детей не проблема но у смокин но не специально где сделать такой прозрачный прикольная задумка да то есть на него не дошел с неба в американцы забирали у германцев норманди да елка такая смешная 150 американских буританских канадцев выпало на этот на что я ты разговариваешь я снимаю смотрите какой красный стоит елка что это за порог на симулятор коронавирус этот ой там еще один такой очень нереальный аппарат стоит этим мы все в фильмах видели кто не видел вот это что-то вообще невообразимое мне почему так я дошла посмотри моторы мне не интересно строить можно интерактивно играть сейчас пойду про него прочитаю что это такое давай-ка пойдем почитаем что это ребятки ушла из-под него это из фильма аппарат еще из фильма вот название название фильма и после съемок фильма его поместили сюда как музейный экспонат вот так вот вот такие то дела а посмотрите вот чё от ракет ребятки ничего себе да все экспонаты настоящие мальчишки куда-то убежали в этом скафандр пойдемте посмотрим скафандр мне нравится у них везде все есть интерактивное для деток у нас правда такой конструктора есть там такой пузырчатый был тоже у нас такой есть как вам а скафандр что он такой бедный пыльный дядя ботинки ему давно не протирали а ну вон смотри как настоящий стоит на фото майор 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 это уже другой у нас сколько у него было этих наград генералом больше генералом я думаю он заслужил больше дело не в том что он генерал а ух ты ботинки какие у него интересные земельки туда типа насыпали это из бетона до сделано типа как земля имитирую сейчас покажу что имитируют лунную поверхность завод 1972 а пола 7968 я вижу первая миссия самая первая миссия в космос отправила 11 дней на орбите пробыли а пола 8 мунт вот на луну уже да это самая первая которая долетела до луны седьмая видимо не долетела до луны седьмая была на орбите просто и хвоста вывели на орбиту земли да потом проверили девятая миссия выход в космос девятая миссия я протестировала над нашей планетой космос но давайте еще хотим почитать а полу один да ребятки прикольно такие вещи когда смотришь думаешь вау сколько с того времени изменилось я говорю так смотришь и думаешь сколько уже с того времени изменилось его знаю да люди благодаря этим вылазкам тут вот такая комната видите можно с детками поиграть наверху на втором этаже такая игрушечная панель типа полетать детям отсюда есть эти подвешенные вещи очень интересно смотрятся все ждем я я это я е я Воздушный шар. Это же реальный самолет, да, пап? Так смотрится, как будто он нереальный какой-то голубой. Он переделся. Ну да. Я говорю, так интересно смотрятся эти самолеты. Вот сверху, когда подходишь, да, вот они подвешены. Мне интересно тросы, какие они использовали. Три троса и самолет держатся. Держатся. Ну, наверное, там есть какой-то трос интересной силы. Беспилотник. Это самый первый самолет, типа. Довинчик. Да ниже же бутаса самолеты делать. Типа какая-то ферня, штука крутится. И это начинает как-то так крутиться. Он еще не такое может рассказать вам. Не только про да Винчи. Мне надо такие теории слушать. Мы все на ютубе высматривают. Про самолеты, про ракеты, про высадки на Луну. Мы же в НАСА собрались инженером быть. Чего тут? Летать на самолете. Такой симулятор. Симулятор? Симулятор только на компьютерах. Вау. Это научат реально людей. Вот это вот вся большая дверь. Она открывается. Это же ангар. Ребятки вон пошли вниз. Я сейчас пойду. Смотрите, какой самолет. Кто пойдет наверх? А, там нельзя закрыть. Я знаю, что там закрыто. А, там перекрыто. Я не видела цепочку. Я думала, туда в кабину нельзя. Господи, я сюда отхожу, чтобы снять. И он сюда идет. Одну спину его снимаю постоянно. Прикольная штука. Сакрам и Энтон описано. Ну, опять, как бы тебе не спасать. Он на брюхо может сесть, да? Да, у него висит, как лопка. Ну да, вижу. На лобе может. Там открытые есть. Вон там вот дальше открыта дверца. Нет, он там. Сзади нас. Ну, они как-то так грустно смотрятся здесь. Сзади старик. Да. Очень грустно. Какая-то лет. Тихо надо туда шуму. Не так. Тут труба, почему же, смоленку убил. Туда бомбы подвешиваются. Ракеты. Вешай, Максима. Вау, здоровый. Ребята, посмотрите, где крыло. Это же тебе не хухры, мухры. Военный, что ли, какой-то. Трансфорт. Трансфорт. На какой-то транспортный. Я не могу. Внутри погром. Она не отрывается. Дверь, но на покойду. Дезампировались, кстати, в самолете. Дезампировались иногда в обуви с полосы. Он высокий. Вообще. Я не наклонялась с Максом. А вот, вертолёт. Такой интересный вообще, да? Какой-то двухлопастной. Там-то там. А лопастей нету. А, они на больших. Поставили бы хоть одну лопасть посмотреть. Необычной формы, да. Да вообще, не знаю, как так встать. Как так встать, чтобы людям было видно. Как глумиран. Как глумиран. Небольшой, но через 2 пропелли. Раз они есть, значит нужны. Наш Ми-8, наверное, и то больше будет. Сейчас их выгонят оттуда. Обалдеть, он здоровый. Кабина, ребят. Прикольно. А вот лестница сбоку. Да, самолёт внутри квадратный реально. Дяденька там рассказывает, что это для перевоза машин, короче. Всякое такое. Боже мой. Нет? Да, убежал. Вот, дядь, какой он интересный. Да. Вот, смотри. Вот, смотри. Да. Прикольно. О, видишь? Да, я вижу, вижу. Я уже сняла. А германцы попытались 2 самолёта сплющить в одно. И типа такого было, только там ещё один. Он так говорит, что Germany, пап. Германцы. Они немцы, Максим. Найдис. Найдис. Будет. Германцы. 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 А там ещё раз можно было бы, чем больше нельзя. Да. Да. Туда уже нельзя, да? Перекрыто. Интересно, да, такое вообще? Да вообще. Это каратыш. Извини. Да, мне тоже интересно, потому что он говорит... А, ну у него пузо нано раскрывалось. Вот так вот крот раскрывалось. Вот так. Да? То же? Оно видно посередине, стык такой. Там, потому что он говорит, туда машины загоняли для перевоза. И вот петли. Всё, ну так, хоп. О, жители. Они там реально в дом устроили. Да-да-да, в крыло такие, нырь. Они там дом устроили в крыле. Это такое, никого нету. Это тут наблюдают, а человек крадут еду. На шухере, ага. Это вот ограбление магазина. Склада. Этот, ну склада. Этот стоит, наблюдают за полицаями, а другие грабят. Ребята, смотри, какое брюхо у него. Ха! Ничего себе, что Кенси. Есть про него какая-нибудь? Почитать? Ага. Штука очень интересная. Интересно, зачем ему это брюхо? Может, это, не знаю, для пожаротушения? Может, там вода? Какой воздух? Не понятно. Зачем ему ещё такой брюхо? Так оно и сверху какое-то интересное. Горб там сверху тоже какой-то у него. Я думал, что это какой-то самолёт развлечься. Так а зачем ему брюхо такой? Ну, какое-то оборудование. Какое-то радиомостанционное. Ох, этот мужчина. Мозговитый, однако. Радар. Радар? Наверху и внизу системы радара. Ну, вот ты нам вычитала. Мы тут хоть догадываемся. Да, ты же догадался правильно. 21 человека, чтобы весь самолёт обслуживать. Там было написано, что навигацию помогать. Пилот. Это не значит, что они могут ещё что-то другое сделать. Колёса здесь у него, конечно, в землю входят. Ну, он же уже стоячий. Уже всё на приколе в самолёте. А смотрите, истребитель. Я не думала, что он такой большой. Истребитель? Только они длинные, они большие. Ну, длинные, да. Я не думала. Как-то они в фильмах маленькими смотрятся. Это, наверное, ещё не самый большой. Вон, смотри. Это вообще. Я говорю, я по фильмам думала, они небольшие. Фильмом издалека. Фильмом издалека. Мам, ты такой фильм, конечно, смотришь. Второй мировой ручки. Прошлого века, Максим Викторович. Мы у тебя старенькие уже. В прошлом веке их маленьким делали. У них половина тела. Да, мы, наверное, вообще пенсионерами для него кажемся. Когда близко подходишь, ребят, понимаешь величину просто этого всего. Это, говорю, странно. Ну, когда вот так вот подходишь к хвосту, там, крыльям, да, и понимаешь величину этого всего страшновато. Когда ты смотришь близко на самолет, он странный, да? Представляете, как? А издалека он нормально выглядит. Там вот такая дверь и трап. Угу, сынок. Издалека он нормально выглядит. А вблизи они вообще странные. Почтовый. Голд. Даже Федекс. Ну да. Это почта такая известная в Америке, Федекс. Наверное, по всему миру известно, но в Америке очень сильно. Вертолет, смотрите, какой военный. Представляете, какой он здоровый. Посмотрите, у Витьки рос метр восемь шесть. Сикорский, вот, Сикорский. Сикорский, это ж наш. Да, иммигрант, или он сбежал. У российских украли. Не помнишь, да? Не помню. Сикорский водил. Здесь написано, что они водил. Пилотировал, не водил. Инженер Сикорский, ребята. Создатели этого. Русский. Короче, они выкупали и использовали их как... Так, ребятки, я прочитала. Это украинский, между прочим. Ну, украинский. Да, русский, украинский, короче, конструктор. В 1918 году человек сбежал сначала в Лондон, из Лондона в Париж. В Париже предложил свои услуги, создал, сконструировал. Там, в общем, то ли самолет, то ли вертолет, я не поняла. И после этого он создал свою фирму, ну, как в Америке. И в 1953 году он умер уже на территории США. Так что вот такие вот дела. Написано, сбежал в Америку через свободный Архангельск. По другой версии, Мурманск. Так что вот, начало в Лондон, потом в Париж, а потом в США. Так что вот такие вот дела. Пожалуйста, друзья, наш конструктор. Ну, ребята, написано совет юнион. Ну, это Советский Союз. Да, использовали для войны. Как сюда попал наш МИГ, не знаю. Но вы можете лицезреть здесь. Это тоже наш МИГ. Ребят, в Америке, что мне прям нравится. Везде всегда есть столик, чтобы на него присесть и поесть. Вот. Вон там еще один, и вон еще один. И всегда есть везде туалеты. Спасибо. За это. Что такие, казалось бы, простые вещи. Искать не надо. Вот. Америка для людей. Розовых очков у меня нет, ребята. Я знаю, что в Америке надо пахать. Доллары здесь. Деревьев не падают. Ребята, вот тут вот такой вот симулятор я платила. О, сейчас камера не хочет наводить. В общем, 10 долларов. А где это там? Будем ждать. А мы перевернем. Вот. А тут симулятор, короче, полетом. Я не знаю, на чем. На чем тут летают? На чем? Там руль. Нет, я поняла. А что это? Самолеты, вертолеты? Самолеты, вертолеты. Швук вон, что летал. Самое главное, что оно летало. Мне кажется, наверху нельзя, но мы сейчас туда сходим. Мы уже видели, что человек там сидел. Это очень тяжелее на аэроплане, не так? Как летят? Да? Да. Окей. Это достаточно. корабль право. секунду с моим. Да. Хотел. Ты Policy. Дам парков, chill play. Да. Вы вообще любите все это. Кстати, pista. Вам огромное сор ARL nuа. Спасибо с ним. Давай, я смотрю на канал. Кому еще нужно планировать его до там? Да. ... Дай еще есть один моментал. Дай страница с ним. Ах, возможно, верти не под dö然. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok